Пока местные власти якобы контролируют ситуацию вокруг COVID-19, в нашем городе одесские волонтеры бьют тревогу. Как без прикрас, отмечает глава благотворительного фонда, в больницах начался естественный отбор. Коек не хватает. Переоборудованная больница на Троицкой, которая открылась несколько дней назад, уже переполнена на 40 кислородных точек, более 100 пациентов. Я только что вернулась из больницы с нового отделения COVID-19 на Троицкой, которое открыли позавчера, которое заполнилось практически полностью за сутки. И где всего лишь 40 точек кислорода на 100 с чем-то пациентов. И пациенты все туда, при которых привозят сейчас пациенты, в большинстве своем кислородозависимые. Кислород передают, забирают у одного пациента, берут, принесут другому. Понятно, врачи принимают решение, кому хуже. Но если по протоколу раньше речь шла о том, что после 90, ниже 91 сатурации пациента подключают кислороду, то сейчас уже речь идет о том, что подключают тех, кто ниже 85. Сортировка уже началась. Несмотря на сложную ситуацию, нехватку мест в больницах, Екатерина Нажевникова уверена, полный локдаун не поможет. Чтобы прекратить цепь заболеваний, надо около двух месяцев. Жесткий карантин, как прошлой весной, просто убьет бизнес и экономику Украины в целом. Я, в принципе, всегда была против локдауна. Я понимаю, что нас это не спасет, потому что закрываться надо на два месяца с точки зрения эпидемиологии, либо закрывать границы. Отмечу, во время заседания оперативного штаба по противодействию инфекции, руководство города призвало волонтеров не нагнетать панику и не публиковать печальную статистику, даже если она правдива.